Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И я расскажу вам об очень интересном решении с этим чудесным ростом цен, с этими ценами, которые сейчас мы прекрасно наблюдаем. Все же еще есть производители, которые нам предлагают достаточно хорошее качество за относительно адекватный прайс. Я бы даже сказал недорого, учитывая нынешние реалии. Это колясочка от компании RAND. Модель называется FLEXGRAND. Это Китай. Но, друзья, не нужно бояться слова Китай. Есть еще такие староверы, кто до сих пор думает, что Китай это фу. На самом деле это все далеко не так. Китай делает очень много качественной продукции. И сами они тоже любят качество. Они же тоже нормальные люди. Соответственно, это хорошая качественная коляска за адекватные денежки. Давайте я вам назову ее технические характеристики в двух словах. Комплектация 2 в 1. У меня здесь такая небольшая шпаргалочка. Вес с люлькой 12,3 кг. С прогулочным блоком у нас 11,5 кг. Кстати, что касается наклона в прогулочном блоке, я это чуть позже покажу. Там 120-170 кг. Соответственно, 58 см у нас колесная база. То бишь, мы везде нормально будем помещаться. 75 на 31 люлька. И максимальный вес ребенка, это шасси, выдерживает 22 кг. Поэтому запас прочности тут есть. Изучаем мы ее с вами с люльки. В любом случае, первые начинаете ей пользоваться. И сразу же видите ее большой плюс. Это большой козырек с удобной транспортировочной ручкой. И здесь вот как бы отверстие для ручки есть, но внизу закрыто. То бишь, если дождик, через это отверстие прокапывать туда не будет. Сейчас вы видите, я уже открыл еще одну секцию для проветривания. Естественно, это можно убрать. Вот таким образом возвращаем обратно. Закрываем эту секцию. И у нас получается стандартный козырек. Из таких интересных плюшек здесь очень большой бортик в коляске со смотровым окошком. То бишь, мы полностью вот так закрываем. Высоко бортик поднят. Вот, высоко закрывается бортик. И вот эти крепления, которые держат козырек, здесь они на кнопках. И получается, что не на липучках, только на липучках здесь есть и липучки, и кнопки. А у нас двойное крепление. Когда у нас только липучка, она со временем размахрится и уже не будет так держаться. В данном случае у нас будет продолжать хорошо держать именно кнопка. Поэтому это большой плюс. Что касается материалов, друзья, сразу скажу, материал не вот прям дорогой, суперклассный, обычный, практичный материал, который не вызывает отторжения, нормального качества, тактильно не раздражает. Я думаю, все будет хорошо. Но, друзья, смотрим на цену и понимаем, что большего требовать не стоит. Но ткань на самом деле достойная. Так, давайте люлечку я покажу вам внутри. Люлька у нас, как я уже сказал, достаточно большая. Хороший матрасик большой идет в комплекте. Также вы видите, можно ребеночка чуть-чуть приподнять, подсадить, когда уже будет пытаться сидеть ребенок. Если вы не хотите еще там в прогулку пересаживаться, пожалуйста, подняли. Ребенок здесь будет в таком полусидячем положении находиться. Так, давайте теперь заглянем на основание люльки и проверим, есть ли тут ножки. Ножки мы видим, четыре нормальные полноценные ножки. Можем ставить куда угодно, ничего мы не повредим. Так, давайте теперь посмотрим на прогулочный блок. Смотрите, чтобы ставить люльку, нужны вот эти адаптеры. Естественно, они в комплекте. Здесь написано R, right, left, соответственно, правый, левый. И они нужны нам для установки люльки. Чтобы ставить прогулочный блок, нам нужно их просто снять. И все. Другие ставить нам не нужно. Так, соответственно, мы видим уже прекрасно, что этот блок у нас очень компактный, плоский. Кстати, коляска складывается вместе с блоком. Так, смотрите. Например, давайте против хода поставлю. Тем самым вы увидите, что блок перекидной, реверсивный. И по ходу, и против хода можно ставить. Так, козырек, смотровое окошечко. Смотровое окошко на магнитиках. Помним цену, видим магниты. Очень круто. И те самые 120-170 градусов. Вот, пожалуйста, можете оценить. Этого более чем достаточно, чтобы ребенок комфортно мог поспать. Без проблем. Так, еще у нас есть дополнительная секция. Вот, пожалуйста, козырек. Тут на все 100 баллов для такой конструкции очень хороший. Большой, закрывает, вы видите, как глубоко. В общем, вопросов нет. Даже если мы полностью опустим полежать, по самый бампер, ребенок хорошо закрыт. Что касается безопасности. Пятиточные ремни, мягкие накладки. И накладки, причем на самом деле, очень мягкие. Тут вообще к ним претензий нет. Все здорово. Подножечко. Подножечко у нас здесь с эко-кожей снизу, с пластиком еще ниже на основании. Это для того, чтобы было легко почистить. И что хочется мне подметить, хороший наполнитель. Она достаточно мягенькая. Колясочка. То бишь, комфортно ездить. Бампер у нас с возможностью откидывать, как калиточка. Видим прекрасно, да? Очень удобно посадить ребенка. Можно без всяких заморочек. Так, что касается ручки, друзья. Тоже эко-кожа, естественно, прострочечка. Все нормально. Она у нас регулируется телескопическим образом по высоте. Очень удобная система телескопическая, потому что при высоком росте, чем мы, например, выше человек, тем длиннее, соответственно, ноги. Если бы ручка просто наклонялась, при быстрой ходьбе мы пинаем раму. Во-первых, здесь рама такой формы поднята, что мы не цепляем. И телескопическая ручка. Мы дальше от коляски становимся при такой системе. И, в принципе, невозможно пинать раму, даже если вы будете бегать с ней. Соответственно, за это 5 баллов. Все хорошо. Так, что касается рамы. Давайте сразу раму с вами изучим. Колеса у нас резиновые. Это не надувные колеса. Резиновые колеса это такое что-то среднее между надувными и полиуретановыми. Ну, такой, знаете, своего рода баланс, я считаю. Потому что достаточно тихо-мягко. Ну, чуть жестче, чем надувные. Но сильно мягче и тише, чем полиуретановые. Поэтому все хорошо. Багажник, который выдерживает, как пишет производитель, 2 килограмма. Ну, обычно, я думаю, что побольше выдержит. Ну, инструкции 2 килограмма, друзья. Главное, удобный доступ. Снизу в основании пластиковой пластины, чтобы он не провисал. В общем, все хорошо. Колеса, естественно, блокирующиеся. С амортизацией и спереди, и сзади коляска. Поэтому, в принципе, все хорошо, друзья. Главное тут цена-качество. Действительно хорошее предложение. Давайте попробуем сейчас с вами сложить коляску. Сложить коляску с блоком против хода. Честно говоря, я не пробовал сложить именно в таком виде. Давайте сейчас с вами вместе и узнаем, как это делается. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Вот, видите, получается, что нет. Наверное, по ходу все-таки нужно ее вставить. По ходу движения разворачиваем. Опускаем. Вот так вот. Да, против хода не получается. По ходу движения, пожалуйста, можно сложить. И получаем вот такую достаточно компактную конструкцию с удобной ручкой. И удобно то, что именно эту ручку вы и держите, когда пытаетесь ее сложить. Вам не нужно там перехватывать, еще что-то. Поэтому все хорошо. Так, ставим обратно. Все. Разложили. И она готова к эксплуатации. Собственно, по большому счету, всю информацию, которую я хотел донести до вас, я донес. Напоминаю, ссылки на эту колясочку будут в описании. Все хорошо. И если в обзоре вам она понравилась, ставьте, пожалуйста, свой царский лайк. Подписывайтесь на канал. Кстати, можете подписаться на мой Яндекс Дзен. Мой контакт тоже. Ссылки внизу добавлю. Потому что YouTube непонятно сейчас, какая будет у него судьба. Там мы продолжаем выкладывать все видео на Яндекс Дзене и ВКонтакте. И там вы сможете продолжать смотреть обзоры. Там они будут выходить без перебоев. Надеюсь. Вот. Собственно, хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. И удачных дорогах. Пока. Продолжение следует...